Реальная допомога для всех и каждого. Дякуючи профсоюзам, правовые консультации становятся больше доступными для насильництва. Что день можно потелефоновать, написать, тесабисто звернуться до квалификованного юриста. Профсоюзам удается одновить справедливость навод у тех выпадках, коли проблемы сдаются неворошальны. Про сучасные накерунки деяностей профессийных союзов региона сегодня шла размова по час пресс-конференции с подробностями Евгения Кухаронак. 2019 год проходит у Федерации профсоюзов Беларуси под знаком 115-й годовины с дня заснования. Звычайно узначенные даты подводят выники, вызначают планы на будущее. Профессийные союзы нашей краины проводят правоздашно-выборчую кампанию. Будет выбираться новый лидер профсоюзного движения во всех структурах, начиная от профсоюзных комитетов на предприятиях, заканчивая районными объединениями, обкомами. Поэтому все идет к тому, что омоложение состава и, естественно, омоложение взглядов на сегодняшнюю действительность и в соответствии с этим, конечно, и движение вперед. Профсоюзный рух объедновывает больше за 500 тысяч жихаров региона. Для кожного доступна правовая оборона. Миновата гэта накерунок сегодня приоритетны у деяностей объединения. На варте 11 юристов – правооховников працовного громадства. Зачастую человек к нам приходит, когда у него уже есть конфликт с нанимателем, который мы стараемся разрешить в досудебном порядке, так как наниматель – это наш социальный партнер. Если мы видим грубейшее нарушение законодательства о труде в отношении работника, то здесь, безусловно, мы составляем необходимые процессуальные документы, исковые заявления, жалобы, обращение в комиссию по трудовым спорам. И, соответственно, далее уже сопровождаем работника в разрешении его вопроса. У минулого года 90% таких справ в судах были выиграны. Членам профсоюза увернули 260 тысяч рублей. 14 незаконно звольненных человек одновили на прационном месте. Все лету скорбонцы еще 300 науча выращенные справы. Выконание законодательства в сферах авопрации в регионе контролюет 12 прав техинспекторов и 11 тысяч громадских инспекторов. Однако отказность ляжет на наймальниках. В статье 42 закона об охране труда профсоюзные инспекторы, профессиональные технические инспекторы при проверках имеют право выдавать представление обязательно для исполнения нанимателям, такое же, как предписание государственного инспектора. Сегодня на законодавшем узровне прописано, что профсоюзные инспекторы могут беспирошкодно наведывать с проверкой предприемства и организации у тем лику приватные. За год, прикладно, здесьняется около 150 подобных выездов и проводится свыше тысячи манитурингов. Все лета в Украине начали укоронять концепцию нулевого травматизма. Это семь правил, которые поделены на основные направления. Безпека, гигиена работы и добробит работника на всех узровнях вытворчасти. Тема будет центральной. Время, когда светлого дня ховы працы, яке означать 28-го красавика. Евгений Кухаронак, Игорь Марышченко, телерадио «Гомель».